МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир Хабар 24 продолжает выпуск новостей. В студии Патагос Аркулова. Здравствуйте. И в начале о главных темах выпуска. Как и кем охраняются школы страны? Организована проверка. Вместо вахтёров начнут работать лицензированные специалисты. В Казахстане с Польши экстрадировали организатора финансовой пирамиды. Пострадавшими по делу проходят больше 1300 человек. Ущерб превысил 6 миллиардов. На юге страны зацвели первые подснежники. Но срывать их нельзя. Они занесены в Красную книгу. Теперь подробнее. Новый корпус и учебное общежитие построят для Академии МЧС. Об этом заявил глава государства в время рабочей поездки в Акмолинскую область. А ещё пообещал. Увеличится заработная плата. Изменится соцпакет. Отметил президент и работу наших спасателей в Турции. Они будут представлены к награде. Кроме этого, по его поручению в страну, пострадавшую от землетрясения, направят дополнительную гуманитарную помощь. Палатки, обогреватели, тёплую одежду. Всё самое необходимое. Какие ещё объекты посетил глава государства в регионе и что поручил, расскажет Динар Женбатырова. Эти эмоции не требуют комментариев. Казахстанские спасатели даже отказываются элементарно поспать. Нельзя терять ни минуты. Под завалами могут быть выжившие. Поиски пострадавших до сих пор идут в режиме нон-стоп. Около сотни сотрудников МЧС останутся в Турции до тех пор, пока не разгребут все завалы. Кстати, 18 из них командированы из Акмолинской области. Всех их предстоит к наградам, пообещал глава государства. Свою рабочую поездку в регион Касымжимар Тукаев начал как раз таки с посещения Академии МЧС. Это единственный вуз в стране, где готовят спасателей пожарных. Правда, само здание старое. Латали его уже не раз. Сама Академия МЧС была построена ещё 50 лет назад. Конечно, условия там не самые лучшие. Но что удивило, так это то, что курсанты 2 километра идут пешком до общежития. У нас в общежитии там условия недосмотрены немного. У нас там в кубриках по 30 человек лежим, а там в кубрике не распределены 30 человек. У нас проблемы в туалетах, там раковины, унитаза не хватает. И у нас в общежитии первые три года мы казармами учимся, а потом на четвёртом курсе у нас в город Кахшетов снимаем квартиру. Из-за того, что места не хватает. За свой счёт. За свой счёт. Впрочем, возможно, Камбар со своими сокурсниками будут последние, кто снимает квартиру. У Академии МЧС появится новый общежитие и учебный корпус. Касым Жумартукаев поручил правительству найти средства на строительство современных зданий. По моему поручению, правительством прорабатываются вопросы укрепления материально-технической базы Академии и запланировано строительство общежития и учебного корпуса. В целом, государство принимается системные меры для повышения оплаты труда и улучшения социального обеспечения спасателей. Куткарышу болу, киин, ары, катерлежу мыс. Шинменде, бұл нағыз ер жүрек азаматтардың кәсіпі. Лардың қатарында, осы Академияның клюегі Аскар Забикулынде бар. Киіне са бұл нағыз ер жүрек азаматтардың кәсіпі. Вот когда захожу сюда, у меня в сознании даже не укладывается, что может быть такая клиника. Вот этот комфорт, который ты здесь чувствуешь, и высокая квалификация врачей. Начиная с технического персонала. Я когда зашла сюда первый раз, переступила порог, я подумала, знаете, как будто где-то на западе находишься. В комфортные условия с первоклассным оборудованием с удовольствием идут работать и квалифицированные кадры. В регионе за три года удалось снизить дефицит врачей в два раза. По такому примеру будут строить медцентры в остальных регионах. Более того, в ближайшее время кокшетаутцы смогут похвастаться и новой многопрофильной больницей. Данная больница будет предоставлять самый широкий спектр услуг. Это начиная от лабораторно-диагностических до стациональных. То есть сопровождение пациента на всех этапах. Это диагностика, лечение и, соответственно, реабилитация. Здесь же также предусмотрены учебные кабинеты для студентов нашего медицинского факультета университета имени Шуханова-Альханова. Данная больница будет оказывать услуги не только населению Акмолинской области, но и соседним нашим регионам. 43% зерноуборочных комбайнов в масштабах страны и производит только Акмолинский регион. 40% тракторов тоже собирают здесь. Все составляющие в основном импортные. Прошлогодние валютные качели и нестабильная геополитика подорвали планы по насыщению внутреннего рынка техникой. Был небольшой спад, который мы почувствовали на уровне 20-25%. Однако в этом году мы планируем восстановить все цепочки, планируем поставить тот объем, который потребуем. То есть наша главная стратегическая задача – обеспечить тот спрос, который сегодня присутствует на нашем внутреннем рынке. На сегодня производители не платят НДС. Освобожденные от утиль сбора имеют стабильный спрос за счет субсидирования на приобретение сельхозтехники. Взамен они должны гарантировать новые инвестиции и наращивание производства. Сейчас можно сказать, что рабочие специальности очень востребованы. Главное – не лениться и работать. Вам большое спасибо за повышение престижа рабочих профессий. Мы люди труда, и я думаю, что честным трудом можно добиться больших успехов. Мы готовы работать на благо нашей страны. Что касается государства, правительства, мы поддерживали и будем поддерживать подобного рода предприятия. Я смотрю, вот сейчас мне доложили, уровень локализации очень высокий практически. По целому ряду параметров вы выходите на 100%. Это радует предприятие само по себе. Хорошая, как я уже сказал, культура производства, высокая. Меня радует, что здесь сотрудники, работники предприятия чувствуют свою сопричастность к большому делу. По итогам года аграрии только Акмолинского региона в целом недосубсидированы на 36 миллиардов тенге. В этой сумме есть и запросы на обновление техники. Из госбюджета всем не хватило, а дешевые длинные деньги брать негде. Сейчас надежда на новый план развития АПК, который должны вот-вот представить Минсельхозе. Динара Жамбатырова, Марат Диханбаев, Дулат Интибеков, Акмолинская область. Усилить меры безопасности в школах, увеличить количество видеокамер и ужесточить контроль на входе в учебные заведения, поручил сегодня глава Кабмина. ЧП в Петропавловске сегодня обсуждали на заседании правительства. Премьер-министр предложил разработать и внедрить в учебную программу специальные уроки по безопасности, где детей обучат правилам поведения в экстренных ситуациях. Министерство здравоохранения Смаилов поручил взять на особый контроль лечение школьников, пострадавших во время ЧП. Это неординарный случай. Он вызвал большую обеспокоенность в обществе. Вопрос безопасности в школах волнует всех, у кого есть дети. Как мы видим, даже внутри школы есть риски. Необходимо вновь пересмотреть вопросы безопасности и провести проверку всех учебных заведений. Надо увеличить количество видеокамер и рассмотреть вопрос усиления контроля на входе в школы. Министерству внутренних дел внести согласованные предложения. Учебный процесс в школе номер 4 города Петропавловска возгновится завтра, 15 февраля. Напомню, там в понедельник девятиклассник, вооружившись топором, нанес удары троим ученикам. Двое все еще остаются в больнице. Сейчас в области формируется комиссия, которая проверит, насколько безопасны школы региона. По информации Управления образования, в Североказахстанской области 465 школ, и все они оснащены видеокамерами. А вот специализированная охрана есть не везде. Школы все разделены согласно 117 приказу на три категории. В каждой категории есть свои требования. Например, для школ первой категории, допустим, СКУДы, там необходимости нет, то есть их устанавливать. У нас 50 школ, которые необходимо установить СКУДы. В прошлом году мы установили, будет установлено, поставлено на 1 января 25 СКУДов, еще 25 СКУДов мы в этом году планируем установить. Специализированные охраны охвачены сейчас 23 организации, остальные еще 20, получается 27. Мы будем еще в этом году тоже организовывать специализированные охраны. В основном это в городе. Около 30% отдаленных школ до сих пор охраняют сторожа или вахтеры. Лицензированной охраны там нет, хотя это не соответствует требованиям. Об этом в кулуарах правительства заявил заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов. По его словам, тревожная кнопка установлена в 87% учебных заведений. Он отметил, что Акиматам всех регионов поручили провести ревизию в школах и заключить договоры с лицензированной охраной. Мы ставим перед Акиматами задачу, чтобы все школы были оснащены видеонаблюдением. Особенно в городах, в районных центрах, где есть интернет, нужно, чтобы эти камеры были с выходом в Центр оперативного управления полиции для безопасности детей. Также требования выставлены под турникетом в школах, но, как мы видим, не все регионы это выполнили. К другим темам. Казахстанские студенты, которые учатся в Турции, могут поступить в отечественные вузы по упрощенной процедуре. Для этого Министерство науки и высшего образования специально изменили процесс приема документов. Об этом сообщил глава ведомства САЭС Ат-Нурбек. Он отметил, что желающие перевестись уже есть. Сейчас отечественные вузы готовы принять и казахстанцев, и кандасов. Представители профильного ведомства работают с Министерством иностранных дел. Отмечу, по информации посольства Казахстана, в турецких вузах обучаются более 8 тысяч наших сограждан. Около 400 тонн гуманитарной помощи собрали за неделю для пострадавших от землетрясения в Турции и Сирии жители Жамбылской области. Это теплые вещи, одеяло, матрасы, средства гигиены и различные продукты питания. Всего 21 фора. Четыре из них предназначены для Сирии. Собранную помощь большие грузы повезли в Алматы для отправки самолетом в пострадавшие страны. Также в регионе был открыт сбор средств. Жамбылцы собрали порядка 20 миллионов тенге. На эти деньги закупили обогреватели, электрогенераторы, палатки и строительные инструменты. Есть такие люди, которые приходили, давали и даже не говорили свое имя. Все делалось, ну, как сказать, от всего сердца. Во всех уголках мира, во всех уголках нашего многонационального Казахстана все откликнулись. Никто равнодушным не остался. Новая ветроэлектростанция возводится в Макатском районе Травской области. Ее строят уже два года. По проекту 24 ветровых генератора будут вырабатывать 48 тысяч киловатт электроэнергии в час. Мои коллеги расскажут, когда объект планируют ввести в эксплуатацию. До начала строительства ветровой электростанции в Макатском районе такой же проект был реализован в Исатайском. Здесь заработала ветроэлектростанция мощностью в 36 мегаватт в час. Новый же объект планируют завершить к июле текущего года. Сейчас уже подготовлены площадки для установки ветряков. Для этого выделено 500 гектаров земли. Мы уже полностью завершили монтаж платформ под ветрогенераторы. Всего их будет 24. Заканчиваемый строительство подстанции. По проекту при скорости ветра 6 метров в секунду каждый из них будет вырабатывать по 2 мегаватта электроэнергии. Для района, где население превышает 32 тысячи человек, дефицит электроэнергии – проблема номер один, говорят специалисты. Особенно остро ощущается нехватка электроэнергии в летнее время. У нас открываются объекты малого и среднего бизнеса. Потребление растет. Если этот проект будет реализован, тогда решится многолетняя проблема. Полная потребность региона в электроэнергии – 732 мегаватт в час. Сейчас от Раусской ТЭЦ ее выработка составляет всего 414 мегаватт в час. Остальное поставляется с Мангистауского атомного энергокомбината из осенней России. Если здесь и дальше будут развивать проекты альтернативной энергетики, то проблема дефицита электроэнергии в области, говорят специалисты, будет решена. А на главных водоочистных сооружениях Шымкента расширяют установку по превращению канализационных отходов в электричество и тепло. Энергию источных вод уже используют на самом комплексе. Она вливается в общую энергосеть. Как это работает, выясняла моя коллега Екатерина Попкова. На этот объект стекается сточная вода со всего Шымкента. Среди резервуаров с бурлящей жидкостью специфического запаха нашли место высоким технологиям. Здесь вырабатывают электричество и тепло из канализационных отходов. Это единственная действующая установка биогазовая на территории Центральной Азии. Для чего она была построена? В первую очередь для того, чтобы снизить нагрузку на экологическую среду. Раньше сточные воды очищали, а осадок в виде зловонных биоотходов складировали. Была нагрузка на окружающую среду, говорят специалисты. Шло загрязнение почвы и воздуха. Теперь их полностью перерабатывают. А киловатты, сделанные из всего того, что вытекает из шымкентской канализации, вливаются в общую электросеть. Сырой осадок с первичных отстойников полностью, 100% подается сюда. Проходит мизофильное сбраживание. Идет распад органических соединений. В процессе распада получаем биогаз, метан. Идет расширение очистных сооружений. Начинается строительство. То есть будут принимать до 200 тысяч в сутки. Процесс превращения отходов в более выгодный продукт. Многоступенчатый. Сначала осадок попадает в гигантские резервуары. Дальше в цех обработки. И нагревается тут до 38 градусов. Потом уже работают бактерии, которые требуют к себе особого внимания. На процесс влияет даже качество сточных вод. Мы очень зависим от сточных вод, которые к нам поступают от промышленных предприятий. Если сбрасываются какие-то токсины, а у нас что по очистке воды, что по выработке метана, работают микроорганизмы. И если попадают токсины, значит это все прекращает работать. И нужно очень серьезное внимание обратить на то, чтобы требования экологического кодекса выполнялись всеми. Весь процесс модернизации комплекса очистных сооружений обошелся инвестору в 19 миллиардов тенге. Но выгода очевидна, говорят здесь. Это решение не только экологических проблем, но и экономических производства оказалось безотходным. И в Шемкенте теперь так гордятся установкой, что даже устраивают туда экскурсии для студентов и экспертов из Центральной Азии. И несмотря на запах желающих посмотреть, как это работает, много. В Европе продолжает снижаться выработка электроэнергии из ветра. Объем генерации сократился до 12% за прошлую неделю. Хотя еще в конце прошлого года ветрогенераторы обеспечивали почти пятую часть потребностей Европы в электричестве. Причина банальна. Слабый ветер. Это следует из отчета Ассоциации Wind Europe. Причем не утешают и прогноз погоды. Обещают маловетренную погоду. Поэтому специалисты опасаются еще большего сокращения ветрогенерации. Отмечу его объем в Европе. Влияет на потребление газа и его стоимость на бирже. Безветренная погода приводит к увеличению в регионе спроса на голубое топливо. Мировая экономика замедлится в этом году перед восстановлением в следующем. Так считают европейские аналитики. Рост останется слабым, в том числе из-за военных действий в Украине и энергетической неопределенности. Тем не менее, это не приговор, уверенный в МВФ, по данным главы фонда экономика, на переходном этапе. Подробнее расскажет Асим Хасенхаза. Рост европейской экономики может оказаться существенно выше осенних прогнозов, считают в Еврокомиссии. В частности, ВВП вырастет на 0,9%, а не на 0,3%, как аналитики прогнозировали несколько месяцев назад. Ранее эксперты даже не исключали рецессии на фоне рекордного роста цен на энергосырье. Сегодня уровень запасов газа в хранилищах превышает среднее сезонное значение прошлых лет. Кроме того, в Евросоюзе падает уровень безработицы. Следующий экономический прогноз Еврокомиссия представит в мае. Общая инфляция достигла своего пика и теперь будет снижаться дальше. С осени в экономике произошел ряд позитивных изменений, чему способствовали ограничения спроса, рост производства, диверсификация источников поставок и, конечно же, мягкая погода. В последние три месяца 2022 года экономика Великобритании продемонстрировала нулевой рост. Королевству удалось избежать рецессии, однако в 2023-м эксперты прогнозируют непростые перспективы, поскольку домохозяйства продолжают страдать от двузначной инфляции. Причин несколько. А во-первых, весь прошлый год Британия провела в политическом кризисе. Всего за два месяца ушли в отставку два премьер-министра. Во-вторых, по королевству прокатились массовые протесты из-за растущей стоимости жизни. В-третьих, в связи с похоронами королевы Елизаветы II, многие предприятия ненадолго закрылись, что привело к снижению производства. Ну и в-четвертых, страна по-прежнему страдает от последствий Брексита. Тем не менее, власти настроены решительно. Мы не вышли из леса, инфляция все еще слишком высока. Это причиняет боль семьям по всей стране, поэтому мы должны придерживаться нашего плана по ее снижению вдвое. Если мы используем наши сильные стороны в науке и технологии, мы действительно можем стать одной из самых процветающих стран Европы. Экономика Японии избежала рецессии, но восстанавливается медленнее ожидаемого. К такому выводу пришли аналитики. Третья по величине экономика мира выросла на 0,6% в годовом исчислении в последнем квартале прошлого года. Однако остается актуальной проблема уменьшения инвестиций в бизнес. Теперь аналитики надеются на повышение уровня внутреннего потребления и связанный с ним рост заработных плат. В стране также наблюдается рост числа иностранных туристов, что тоже внесет положительный вклад в экономику. Значительные экономические улучшения прогнозируют Китаю. В 2022 году страна смогла преодолеть неблагоприятные факторы, связанные с эпидемией и геополитикой. Рост ВВП в годовом исчислении был выше, чем у многих ведущих экономических субъектов. Согласно прогнозу ООН, в 2023 китайская экономика с ростом 4,8% будет стимулировать региональный рост. А по мнению МВФ, КНР, вероятно, станет крупнейшим двигателем глобального роста. Хорошую динамику продолжает сохранять экспорт автомобилей из Китая. Только в январе компании экспортировали более 300 тысяч машин. Отмечу, в прошлом году Китай обошел Германию по объему экспорта автомобилей и вышел на второе место в мире по этому показателю после Японии. И еще о событиях в мире. Бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву разрешили покинуть страну по состоянию здоровья. Об этом сообщил Тимирлан Султанбеков, председатель политической партии «Социал-демократы», основанной Атамбаевым. Напомню, в 2020 году его приговорили к 11 годам тюрьмы, признав виновным в организации массовых беспорядков в Бишкеке, захвате заложников, коррупции и незаконном освобождении криминального авторитета Адиза Батукаева. Отмечу, Атамбаев руководил Кыргызстаном в течение шести лет. В июне 2019-го его арестовали во время спецоперации, в ходе которой спецназу пришлось штурмовать дом экс-президента. Одного из руководителей Международной финансовой пирамиды экстрадировали в Казахстан из Польши. Сейчас он находится в столичном следственном изоляторе. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщили в Генпрокуратуре. Ведомство направляло запрос в Польское министерство юстиции. Мужчина подозревают в хищении чужого имущества. По версии следствия, он, будучи одним из организаторов транснациональной группы, создал незаконную схему, по которой привлекали вкладчиков в лжепроекты. Обещая большую прибыль. Пострадавшими по делу проходят больше 1300 человек. А ущерб превысил 6 миллиардов тенге. Генпрокуратуре уточнили, после совершения мошенничества подозреваемый скрылся от правосудия, поэтому его объявили в международный розыск. 16 человек признаны виновными в организации финансовой пирамиды QI Trade Казахстан. Они приговорены к реальным срокам лишения свободы. Уголовное дело расследовалось Генеральной прокуратурой. Установлено, что уголовной офис пирамиды находился в Алма-Ате. В регионах было создано 12 филиалов. Они работали на всемирной площадке Амазон под видом торговой компании. Вкладчикам обещали прибыль до 96% годовых. В 15 подсудимом было назначено наказание от 6 лет и 2 месяцев до 6 лет и 8 месяцев лишения свободы в учреждениях минимальной безопасности. Одному из подсудимых окончательно назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы в учреждениях минимальной безопасности также. По данному делу приговор не вступил в законную силу. В Алма-Ате супруги пытались продать новорожденного сына за 2 миллиона тенге. Полицейские задержали молодых родителей. За несколько часов до этого женщина была выписана из роддома. И семейная пара направлялась на сделку. Как выяснилось, будущих родителей для своего ребенка они начали искать заранее. Деньги, полученные при сделке, изъяты и приобщены к уголовному делу. Вину в совершении преступления родители признали полностью, сообщили в департаменте полиции. У нас уже есть двое детей, а эти люди бездетны. И я вынужден был принять такое решение – отдать им третьего ребенка за 2 миллиона тенге. Знаю, что это незаконно. Уральские волонтеры помогают коммунальным службам в уборке снега. Коммунальщики сейчас работают в авральном режиме. Кроме улиц, добровольцы задействованы в очистке дворов одиноких пожилых людей и инвалидов. По прогнозам синоптиков, осадки в городе будут идти в течение всей недели. Мы передали эту эстафету добрых дел студентам высших учебных заведений. Они, в свою очередь, направят учащимся к колледжу, а также к школьникам. Вместе мы сможем справиться с любыми трудностями. А в Туркестанской области зацвели подснежники. Символы приближающейся весны можно увидеть в Утарарском районе и на берегу Сардарии. Экологи говорят, что проросли цветы из-за потепления и обильного увлажнения почвы. К примеру, в прошлом году растения зацвели в январе. Тогда же проснулись сурки. В этом году это произошло на месяц позже. Сегодня отмечается Международный день книгодарения. Существуют традиции, характерные для этого праздника. Одна из них – дарить прочитанные книги другим. В Казларде активисты организовали акцию, в рамках которой областному обществу инвалидов передали десятки экземпляров разнообразной литературы. Еще тысячи книг были переданы школьным библиотекам и пациентам больниц и реабилитационных центров. По результатам исследования ПИЗА, Международной программы по оценке образовательных достижений, аналитических и логических способностей молодых людей среди 79 стран мира мы занимаем 69 место. Это очень печально. Чтобы внести свой посильный вклад в формирование читающей нации, мы намерены проводить и другие интеллектуальные акции, конкурсы и игры на трех языках – казахском, русском и английском. К этому часу у нас все. Увидимся в 20.00. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok